Итак, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжим играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon И вот что я вспомнил, что я забыл сказать в предыдущем эпизоде, что Один мастер болл, если так считать, это у нас 7,5 стака семен пшеницы Прикиньте, я это все посчитал, ну не точно, но приблизительно 7,5 стака семен пшеницы И вот если так считать, то Где-то приблизительно 5 стаков Глоустона, светящейся пыли, нужно на один мастер болл А стак Глоустона не так уж и сложно набирается, я помню, что 2-3 стака Глоустона просто набиралось где-то приблизительно за 10-15 минут Вообще, если так охрененно посидеть в аду, приблизительно часик-два Надыбать себе полный инвентарь Глоустона Потом пойти все это продать, обменять Тут уже можно где-то купить приблизительно 2-3 мастер болла Накупить всяких шапок для покемонов, накупить всяких плюшек еще для покемонов Накупить окаменелых покемонов, я в принципе так думаем и сделаем Наверное сейчас или в следующем эпизоде я пойду себе сделаю алмазную кирку Пойдем за обсидианом, потом себе построим портал в ад И потом посмотрим, что и как А позже, как я уже говорил, я наверное начну строить свой город Ну в принципе потом посмотрим, что и как Давайте мы так и сделаем Давайте сразу пойдем домой Мне сначала увеличим покемонов Ну, все, давай Сейчас, 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 сейчас Сейчас мы все это поскладываем Что относится к Ну Ну, в сундук Раскладываем что и как Так, пособираем еще апреконы Отлично Так, у нас уже дофига вот этого Вот этих апреконов есть То бишь уже можно начинать делать ультраболы И ультраболы в принципе можно продавать Вот что я подумал Там один ультрабол стоит Пять серебряных коинов А обычный покебол стоит Двадцать бронзовых коинов Вот это я не догоняю Вроде, ну да, конечно же, ультрабол в миллионы раз лучше, чем покебол Ну, в смысле, намного сильнее Ну, как бы делать их одно и то же То бишь Собирать красные покеболы и Собирать красные апреконы И делать себе обычные покеболы Или собирать Черные и Желтые апреконы и делать себе ультраболы Ну, в принципе, не знаю Потом посмотрим, что и как Давайте, вот сейчас как раз Давайте сделаем себе алмазную кирку Сделаем себе ведро воды Ведро, а потом наберем воду, да Так, мне сначала все поскладываем в сундуки Арон коин Давайте поставим это на всякий случай В сундук, да Вдруг я сейчас сам в лаву упаду Так Вот так Вот так Отлично Вот так Давайте сейчас А, ну да, в принципе, давайте сделаем Сколько там? Три штуки, да? Ага Давайте сделаем алмазную кирку Ух ты, какая Ну, сейчас Ведро воды Ну, в смысле ведро Отлично Пойдем наберем воду Эти все выкинем, что нам пока что в данный момент не нужно Хотя Так Давайте Ну, в принципе, все Можно идти в шахту В любую шахту Чтобы лава была Ша Шайни покемон Шайни покемон на карте Он, наверное, опять в шахте Это, наверное, опять, наверное, гравелин Давайте сбегаем за Покеболы, 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 покеболы Все покеболы Побежали, побежали, побежали Я В принципе, если его не было, нет На На карте В смысле Я смотрел вниз, его там не было Значит, он 100% был в шахте Ну, в смысле, под землей, да Это 5 гравелин Ну, и уже он не спарился, да В то время, пока я ишел домой Да, его уже нету Ну, суть в том, что я видел Такой Фиолетовый Такой розовый Кружочек Это Шайни покемон Но Его не было на карте Поэтому В смысле, я смотрел с горы сюда Его тут не было Значит, он был Под землей Это 100% был гравеллер Или джио дуд То бишь, еще один Такой же шайни покемон Как у нас уже 2 штуки есть, да Ну, да Уже нету его Куда ты не бегай Уже не показывать его на На карте Ладно Идем мы тогда домой Ставим это обратно И давайте, в принципе Давайте еще сбегаем Раз, посмотрим И пойдем в шахту Сразу же пойдем в шахту В принципе, в любую В принципе, и тут лава есть Да, вот она Точно Ну, я не знаю Хватит ли В том смысле Ага И оно даже не в обсидиан Превращается А в А в булыжник Ладно, пойдем тогда В какую-нибудь шахту В любую В принципе, в любую Лишь бы там лава была Ух Сколько Булыжник У Гравия Ладно, пойдем дальше Ах Ну О Отлично Наконец-то Наш Чармирин Эволюционирует Чарм Черезарда Наконец-то Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Во Красавец Вот он Ладно, все Пойдем дальше Так Ну, пока Я Вообще Не слышу Лавы Не вижу Не слышу Лавы Че, спустимся Немножко Вниз Че-то я Немножко Боюсь Что сейчас Там где-то Лава Все-таки Будет Но Будет Не там Где Нужно А будет Под нами Нет Я воду Слышу 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 Воду Двенадцатая Весота Она где-то Вот там Или мне Кажется Давайте Немножко Туда Проберемся Да Она где-то Там Мне все-таки Кажется Она Вот тут Над нами Или мне Кажется Опять же Хрен Его знает Сейчас еще Будем Вот тут Шастаться Фиг Его знает Сколько Во О Изумрут Не знаю Зачем Его Вроде Даже Продать Нельзя Я Сначала Думал Можно В принципе Пусть Будет Нет Не буду Я брать Вот это Золото Ага Значит Я тут уже Был Если тут Факел И тут Должна быть Лава Да Только Вот Хрен Я Не знаю Вот Отлично Ай Ну Во Другое дело Так Сколько Там Нужно 12 Штук Вроде Я Честное Слово Я Не помню Сколько Нужно На Портал Еще Вроде Даже Ни Ой Твою Мать Еще Даже Никто Вроде Портал На серии Не Построил Ват Фиг Его Знает Если Мой Портал Будет Первым О Долго Мы Это Будем Копать Так Чем Я Копаю Во Давай 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 О Долго Долго Мы Это Будем Копать Так Давайте Дорогие Друзья Наверное Поставлю Паузу Продолжим Когда Все Это Выкопаю Итак Я Добыл Я Добыл 15 Обсидиана Я думаю Хватит Просто Еще Столик Хочу Построить Потом У меня 35 Уровень Не знаю Зачем Но Пусть Будет Давайте Идем Домой Кто-то Мне Написал Спросил Где Я Живу Я Сказал Что Вот На Горе Ну Спросил На Горе Я Сказал Да Он Сказал Что Он Вроде Рядом Со Мной Поселился Значит Это Или Его Дом Или Или Он Еще Где То И Она Все Так Его Так Его Знает Давайте 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 Все Так Наверное На этом Закончим В принципе До Следующего Эпизода Я Где-то Все Так Построю Портал Ват Не Знаю Где Но Где-то Где-то Под землей Наверное За дверью Чтобы никто Не мог Телепортироваться А то Если построю Тут Кто-то Залетит Просто Телепортнется И все Так же Как С Априконами Это же Приватная Территория Ну Они Были Под Открытым Небом Если Б так То Любой Б мог Подойти Их Собрать Да То Бишь Они Как бы Запривачены Но Их Можно Собирать То Бишь Я Поэтому Сделал Их И В В Таком Небольшом Домике Ну Чтобы Перестраховаться И пока Сделал я все таки Портал тоже Где-то В земле Так как Это моя идея Собирать Светящуюся пыль В принципе Посмотрим Ладно Дорогие друзья Тогда Давайте На этом Закончим Эту серию Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал Всем спасибо За просмотр Всем удачи Всем Пока